Да, очень хорошо. И смотрите, немножко предисловие перед упражнением. Есть силы, да? Не утомил я вас еще, нет? Мы все с вами ощущаем себя вот кем-то, да? Вот вы там, я здесь, вот он я, вот вы. На самом деле, с духовной точки зрения, наша разделенность, она абсолютно мнимая, потому что мы части одного Творца. И это наш низкий духовный уровень является причиной того, что мы все считаем, что мы все отдельно. Да, на самом деле мы части одного целого. Понимаете, о чем я говорю? Потому что нет ничего, кроме Творца, и поэтому, а мы с вами его проявление, проявление одного и того же. Но наша ограниченность нам дает видение, да, наше субъективное видение, что каждый из нас что-то отдельное. На самом деле мы все одно целое. Но для того, чтобы вот почувствовать глубоко, вот насколько мы с вами одно целое, мы сейчас с вами сделаем упражнение, которое направлено на то, чтобы мы с духовной точки зрения почувствовали наши границы, а потом их убрали. Мы уже сейчас с вами сделали такой небольшой элемент этого упражнения, когда вот мы пытались почувствовать слияние с Творцом. Но вот сейчас я хочу, чтобы мы с вами сделали упражнение, с помощью которого мы почувствуем эти границы, а потом мы их будем стирать, а потом мы опять их будем чувствовать, потом опять стирать. Это очень обостряет наша, наша, как сказать, чувствительность, да? То есть мы стираем себя, как вот, как это называется, используется в косметике, когда вот, а? Нет, нет, когда соскребают отмерзшие клетки. Скраб, о, молодцы. Скраб, да? Вот обновить, обновить более чувствительные клетки. Мы как-то с женой были в Праге и в метро ехали, поднимались на экскалаторе. И перед нами, там, я не знаю, за 10 шагов стоит мужчина, перед ним еще люди. Я жене говорю, смотри, это карманник. Она говорит, как ты знаешь, что ты решил? Ну, обыкновенный парень молодой стоит. Я говорю, смотри, это карманник. Он все время стоит, и вот так пальцы. Я вижу, что кожа на пальцах, но вот очень-очень такая, отшлифованная. Они натирают, как бы, этой, как она называется, наждачкой, да, с нулевой, с самой-самой такой. Они вот как раз стирают вот этот вот слой, верхний слой, вот чтобы нервы были максимально оголены. Да, и они постоянно, вот им, им же нужно вот, вот они вот, да, они как бы вот, и он, и он, знаете, он вот так вот, так руку, там, перед ним девушки, по-моему, какие-то стояли, он так руку к сумке так поднял, и, видимо, он настолько вот обострено, его вот это вот чувство, да, что он, видимо, почувствовал, что мы на него смотрим. Он так стоял, так оглянулся назад, и так раз быстренько там по ступенькам, побежал наверх. Вот. Но мы с вами ни у кого ничего вытаскивать не собираемся, нам бы почувствовать себя. Так вот, смотрите, вот просто возьмите сейчас, возьмите вот, положите руки вот на свои бедра, да, и каждый почувствуете ткань, там кто юбки, кто брюк, штанов. Вот. И прикоснитесь, прикоснитесь минимально. Вот тут, вы знаете, есть специалисты, есть такая краниосакральная терапия, там прикосновение 5 миллиграмм. 5 миллиграмм. Если ты чуть сильнее прикоснешься, ты уже не почувствуешь краниосакрального ритма, да. Слабее прикоснешься тоже, то есть нужно в него попасть, в этот ритм. И тогда, слившись с ним, ты можешь там через пятку регулировать кости черепа и наоборот. То есть, там, как бы ты входишь в эту систему. Что здесь и происходит? А? Что здесь и происходит? Ну, я же об этом и говорю, что вот есть здесь специалисты, я знаю, которые этим занимаются. вот. И вот положите вот так сейчас руки, и не просто их положите, а вот прикоснитесь, именно вот кончиками пальцев, прикоснитесь. Можете закрыть глаза для того, чтобы лучше чувствовать, кто и кому не надо, тот может не закрывать. Вот прикоснитесь, минимально-минимально. и почувствуйте, как можно ощущать просто вот такое легкое прикосновение. При этом расслабьте ладони, не напрягайте пальцы. А теперь просто, а теперь возьмите, измените место положения к другой какой-нибудь ткани, прикоснитесь, да, и почувствуйте разницу. А теперь возьмите, да, запомните ощущения, теперь возьмите две руки и сильно-сильно сожмите их, сильно-сильно. Теперь опять расслабьте. Вот просто по воздуху так поводите, тоже какие-то ощущения, да. Во-первых, сразу, как вы уже умеете, поблагодарите Творца, что вы настолько разнообразны. Мы вот буквально с вами какие-то ерунду, ведь можно потрогать. Мы ощущаем, знаете, с детьми, кстати, очень развивающая такая игра. В мешочек бросаете разные игрушки, он засовывает туда руку, берет что-то и должен сказать вам, что он взял. Это очень хорошо развивает воображение и ощущения. И не просто что он взял, а с чего оно сделано, можно там, ну, очень абстрактное мышление, совершенно верно. Классное такое. Дети очень любят в это играть, особенно, когда ты с ними куда-то едешь. Нужно его чем-то занять, это потрясающе работает. Так вот, мы можем с вами почувствовать и с закрытыми глазами сказать из нашего опыта уже, да, вот что я трогаю сейчас, что я ощущаю. Из какого материала это сделано, какой оно на ощупь, гладкое, шероховатое, холодное, теплое там. И бесконечное количество характеристик, да. Можно, потом, кто захочет, когда-нибудь, если получится, можно научить вас, а как можно представлять себе, что твои пальцы продолжаются, как бы вот в то, к чему ты притрагиваешься. Например, когда я делаю, когда я занимаюсь там каким-то другим видом терапии, включая крайнюю сакральную или другая, даже не знаю, как она называется, это вот то, что я для себя развил. То есть ты можешь своими пальцами прикоснувшись представить себе настолько, что они проходят дальше внутрь, что ты можешь даже не прикасаться к человеку, это можно делать на расстоянии, ты просто представляешь, ты даже не знаешь, как выглядит этот человек. И вот ты просто берешь и как бы представляешь себе, как ты держишь в руке там какой-то внутренний орган, которым нужно придать энергии, согреть его или снять с него. Да, то есть ты, ну, возможности безграничны. Самое главное, чтобы это было по-доброму, для того, чтобы помочь этому человеку. очень эффективно, кстати, вот, опять же, когда у женщин есть какие-то проблемы, там, гинекологические, с придатками, есть такое поликистоз, полицистоз, да, нарушение гормональное, и придатки очень аморфные, то есть они очень такие, ну, не буду сейчас оморочить голову, вот, как бы я учил даже своих учеников, у них тоже получается отогревать, да, то есть ты вообще, женщина, может быть, в другом конце мира, ты себе представляешь, что вот ты просто берешь в руку эту, эту часть, да, и вот ее просто отогреваешь, молишься за нее, и просишь, и, слава богу, это работает, да, и можно, а? Вы знаете, вот проблема нашего времени, что мы пытаемся все конкретизировать, математизировать и назвать, дать определение, чем меньше этих определений мы даем, чем больше мы отпускаем все и идем вот по наитию, да, по именно вот желаниям помочь, желаниям как-то улучшить, тем лучше все работает. Сила мысли, визуализация, назовите это как хотите, но это все ограничивает, сразу же обрубает как-то эти понятия, очень сам процесс ограничивает. Не важно, что это, но вот это вот прикосновение, возможность, ощущение, когда мы обнимаем друг друга, да, помните, мы с вами в прошлые разы говорили, что мы очень часто, даже когда мы обнимаем близкого человека, мы закрываем глаза, почему? Потому что мы не хотим, мы хотим сосредоточиться вот именно вот на этих ощущениях, на тактильном прикосновении, то есть на касании, да, и на тех эмоциях, которые у нас вызывают, когда мы обнимаем своих деток, своих любимых людей. И вот сейчас мы с вами об этом и говорим, вот поблагодарите Творца за то, что Он вам дает вот эту вот возможность, это же тоже, это же качество жизни, да, это качество, что я могу любить, я могу обнять, я могу почувствовать. Есть люди, которым это очень нужно, но они не умеют проявлять, например, дети с аутизмом, дети еще с какими-то ограничениями. Им очень нужна эта любовь, но они не могут, не умеют ее, ну, на физическом уровне, во всяком случае, как-то принять, да, им это мешает, когда ты к ним прикасаешься, или когда ты их обнимаешь. Или какие-то другие проявления, вот которые для нас с вами, они абсолютно естественные, нормальные, другому человеку они могут мешать. Есть люди просто, есть люди абсолютно без каких-то таких проблем явных с их психикой, нервной системой, но вот есть люди, которые не любят, чтобы к ним прикасались. Есть такие дети, которые не любят, чтобы их обнимали. У меня один из моих сыновей, ему это мешало, он не хотел, чтобы его гладили, он не хотел, чтобы его обнимали. Но я для себя выработал, я вот рекомендую, работает очень хорошо, у кого сработает. Такому ребенку просто нужно, ему нужно помочь открыться в этом плане. То есть что я делал, вот он мимо меня там проходил, или я к нему подходил, брал его так сильно, ну, сжимал, ну, чтобы, разумеется, в меру, да, ну, так, чтобы он, вот так он почувствовал. Я говорю, ну, как люблю, люблю, и отпускал, и уходил, чтобы он не успевал отреагировать, не хочу, да, ты в раз отпустил, и все. И через две недели он стал ко мне приходить, папа, сделай сильно, 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 да. Сегодня, слава богу, ему уже 22 года, у него своя дочка уже, но, но вот он до сих пор, он говорит, пап, вот мне как бы сложно, когда вот, я не люблю, чтобы меня трогали, но вот когда меня жена обнимает, мне нравится, когда ты меня обнимаешь, мне тоже нравится, да. И такому ребенку, когда он уже подрастает, ему можно сказать, вот если тебе надо вот это, сильно, 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 ты можешь даже сам себя вот так обхватить, сделать сильно, 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 сильно. Что это значит? Этому, этому человеку, значит, не хватает ощущения вот этих вот границ. Почему детки приходят к нам вот так вот прижиматься, вот мама там обняла, и вот он сидит вот так. Потому что это, это нам, во-первых, напоминает о внутриутробном развитии, когда все комфортно, все замечательно. Это дает нам ощущение границ. Вот это вот мое. Другой из моих детей, ему уже был там года три, он залезал либо под свою коляску, либо под маленький столик журнальный. И вот там ложился, такие диванчики раскладные, маленькие, знаете, детские, мягкие. Он там ложился, вот накрывался, вот там под диванчиком или под столиком спал. Вот так вот он засыпал. И я понимал, что вот ему нужно вот это вот его пространство. И знаете, как детки просят, мама, накрой меня и вот подоткни под меня одеяло. Нам нужны разные проявления, и мы с вами можем разные проявления почувствовать. И вот сейчас вот сами с собой просто вот почувствуйте, вот я могу вот так прикасаться, могу сильно прикоснуться, могу как угодно прикоснуться. Творец мне это дает, и почувствуйте вот эту благодарность. Спасибо тебе, Творец, что ты мне так разнообразна. Это маленький аспектик такой, мы взяли вот это прикосновение, а все остальное, запахи, которые мы можем ощущать, да, а вкус, вкус, разнообразие вкусов, да, тонкости вкусов, особенно вы, женщины, там, у вас гораздо больше вот рецепторов воспринимающих. Да? Есть люди, которые более, для них более важно прикосновение, есть люди, которым важно обоняние, зрение, слух, там каждый из нас есть целые теории на эту тему. Ну, значит, у вас еще очень-очень так обширно развитое это все. У меня, например, жена, ей все нужно понюхать. Она берет одежду чистую из шкафа, я говорю, ты складывал, что ты ее нюхаешь, она же чистая. Ей надо понюхать ее, она берет тарелку, я говорю, тарелка вообще, она же, ты ее мылом мыл. Она говорит, вот мне нужно. Один из сыновей точно так же. То есть, как бы у каждого из нас свои пути контакта с миром равно контакта с Творцом. Представьте, если бы у нас, не дай бог, не было наших органов чувств. Мы же, ну, это же не жизнь. Это не жизнь. В еврейской традиции человек, слепой человек, он как мертвый, потому что он ограничен очень. Вот. И вот благодарить Творца за все, что вот вы можете сделать. У меня был случай, когда, не помню, рассказывал мы или нет, офис мой был в центре города. Я иду уже, опаздываю, там, меня ждут пациенты. Я иду, и вдруг, передо мной проезжает прям такая колонна из нескольких электрических инвалидных кресел. Чуть ли мне на ноги не наехали. Я чуть через них не споткнулся, я так спешил. Я спрашиваю Творец, «Зачем ты мне это показал?» А я как раз шел, думал, проблема там с банком, с судами там, что-то еще дома там, какая-то труба про все, вот, ну, жизнь, да. Творец, и я как бы получаю информацию, что ты посмотри, но ты, что ты называешь проблемами? Что ты называешь проблемами? Один бизнесмен пришел, был такой равен, Равицхак Зильбер, русскоязычный равен, очень многим помог, относительно недавно умер. И к нему один бизнесмен позвонил, говорит, Равицхак, проблема, у меня там с бизнесом то, и вот то, и вот то. Поздно вечером позвонил, он говорит, «Ты здоров?» «Да, жена здорова, дети здоровы, ну, все нормально, завтра позвоню». «Ну, как мне же так?» Он говорит, «Ты здоров, жена здорова, дети здоровы, все, завтра позвоню». То есть мы усложняем, мы все как-то… И я говорю, Творец, а чего? Он говорит, это проблема, ты посмотри, люди ходить не могут, люди двигаться не могут. Говорит, ты своими ногами ходишь. Я решил попробовать вместе с Творцом идти своими ногами, то есть вот ощущать, как вы сейчас ощущали прикосновения, я каждый свой шаг настроился, вошел в это состояние, каждый свой шаг шел вместе с Творцом. Мне секретарша звонит, говорит, «Ты с ума сошел?» Я на тебя из окна смотрю. «Что это за походка?» «Да?» «Влюбленного пеликана». «Да?» «Что это такое? Тебя тут люди ждут?» Я говорю, «Подожди, не мешай, не мешай. Я с Творцом иду». Все проблемы как рукой снимает, да? «Я с матушкой разговаривала, я крутил платочку, но у меня с сыном, какие проблемы? Это у меня не самый тяжелый случай, который может быть. Она слышит, сомнит мне трубку, слышит, плачет. Она чуть плачет, она говорит, «У тебя он есть, а у меня его никто никогда не видел». И я правда положила трубку тоже вся в себя, побежала просто его обнимать, и я уже даже забыла, что у меня есть проблемы. Тебя действительно… Все познается в обновлении на стране? Да, совершенно верно. Все познается в стране, и за все нужно благодарить Творца, за то, что у нас хорошо, и мы это понимаем, и в два раза больше поблагодарить, потому что мы понимаем, что это хорошо, что ты мне даешь это понимание. И благодарить даже за то, что кажется плохим, то, что кажется негативным, очень сложно. Мне тоже сложно до сих пор, я уже 22 года этим занимаюсь, очень сложно, но надо вот тут, используйте свою логику и свой разум, что я знаю, что это правильно. Эмоционально сложно, но я знаю, что это правильно, и я тебе благодарен за это. И тогда это, понимаете, и смягчает в тот же момент сложность ситуации, и поверьте мне, иногда просто решает эту ситуацию. Потому что иногда Творец нам дает эти сложности и трудности для того, чтобы мы вот подобным образом это осознали, и тогда они становятся нам ненужными, и они просто уходят. Я желаю вам всем, чтобы у всех, у вас, у нас, у всех, кто нас будет смотреть, у всех это получалось, и проблемы разрешались. С Божьей помощью. Спасибо. Спасибо большое.